МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самарской области определились кандидаты на пост губернатора. Кого зарегистрировала избирательная комиссия? 28 июля отмечается День крещения Руси и День памяти святого равноапостольного князя Владимира. Самарские росгвардейцы приняли участие в литургии. Какой вклад в развитие Самары внесла жена Максиму Горького и Екатерины Пешкова? Об этом самарцам рассказали на литературной экскурсии по городу. Бесплатно приобщиться к физкультуре и спорту в рамках акции «Самара в движении», где проходят занятия для всех желающих. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел выездное совещание по строительству новых объектов дорожной и социальной инфраструктуры в микрорайоне «Крутые ключи». Вместе с главой города Еленой Лапушкиной он проинспектировал ряд объектов, а также обсудил актуальные вопросы развития городской территории со старшими по домам. В микрорайоне с опережением сроков идет шестой этап строительства Северного шоссе. На сегодня готовность дороги составляет 95%. Осталось нанести разметку и завершить благоустройство прилегающей территории. Еще одна непростая для микрорайона тема – работа общественного транспорта. В ближайшее время в Самару поступят новые автобусы, которые планируют до конца августа поставить на маршруты в отдаленные районы Красноглинский и Куйбышевский. Пять из шести кандидатов на пост губернатора Самарской области прошли процедуру регистрации. Избирательная комиссия Самарской области по результатам анализа документов и процедуры выдвижения кандидатов приняла такое решение. На последнем заседании обл. избиркома были приняты и другие важные для организации будущих выборов решения. Подробнее в сюжете Галины Топилиной. В Самарской области предвыборная кампания вышла на новый уровень. 27 июля в региональном избиркоме прошла регистрация кандидатов на должность губернатора Самарской области. В дальнейшие предвыборные гонки участвуют от партии «Единая Россия» действующий губернатор Дмитрий Азаров, от КПРФ Алексей Лескин, от «Справедливой России патриоты за правду» Михаил Маряхин, от ЛДПР Александр Степанов и от «Новых людей» Сергей Пухаев. Эти фамилии избиратели увидят в бюллетенях на избирательных участках. Зарегистрировано пять кандидатов на должность губернатора Самарской области, документы которых были проверены и не было в них найдено никаких нарушений. По одному кандидату принято решение о выдаче ему уведомления о том, что в его документах есть нарушения, которые, к сожалению, сейчас не позволяют рассматривать вопрос о его регистрации. На заседании избирательной комиссии обсуждались и другие важные для организации избирательного процесса вопросы. Например, порядок проведения жеребьевки по распределению эфирного времени и печатной площади для кандидатов, обеспечение на избирательном участке прав граждан, являющихся инвалидами. Говорили об адресном информировании и использовании приложения «Мобильная УИК» единого электронного программного модуля, который будет применяться при подымовом обходе избирателей. Система будет впервые протестирована по всей стране во время сентябрьских выборов. Сегодня избирательной комиссией принято постановление об использовании «Мобильной УИК», то есть той системы, с которой наши члены участковых комиссий будут осуществлять адресные информирования, придут к каждому избирателю домой и объяснят ему, когда выборы, как проголосовать, какими способами они могут реализовать свое право. Голосование на выборах губернатора Самарской области пройдет в регионе 8-9-10 сентября. В отдельных муниципальных образованиях области гражданам предстоит выбрать и депутатов представительных органов. Это Тольятти и Сызрань. В муниципальных районах области и в городе Чапаевск пройдут дополнительные выборы депутатов в уже сформированные представительные органы власти. Галина Топилина, Григорий Плешаков. События. Сегодня в Самаре завершается молодежный форум Иволга. В формате Гранд Баттла определяют лучшие проекты, которые получат федеральную поддержку. Подробнее о фестивале мы расскажем в следующих выпусках. А прямо сейчас на фестивальной поляне работает наша съемочная группа. Слово Андрея Горгуленко. Жаркая погода в районе Мустрюков сегодня вполне оправдана. Ведь завершается молодежный форум Иволга. И завершается он впервые новым форматом. Гранд Баттл. Шесть команд представляют свои проекты на суд жюри. И уже они определят, кто же получит федеральную поддержку. В состав этого жюри входит полномочный представитель, президент России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Команды должны за две минуты рассказать, почему именно их проект должен победить, а потом задать вопросы оппонентам. Всего в этом году было прислано более полутора тысяч идей. 156 из них прошли в очный этап. И вот теперь шесть финалистов. Итоги конкурса подведут чуть позже на торжественном закрытии, на торжественной церемонии закрытия форума, которая состоится буквально через несколько часов. Ну, а пока хочется сказать, что форум Иволга подходит к концу. И здесь ребята принимали участие не только в обсуждении своих проектов и в их защите, но и в различных образовательных модулях, в спортивных соревнованиях и в творческих конкурсах. В общем, жили здесь полной жизнью, на этой фестивальной поляне в течение недели. И завтра уже выполнят операцию. Нас здесь не было. Юные самарские спортсмены летом в лагерях не только отдыхают. Они там повышают за одну смену уровень своего спортивного мастерства. А для этого в лагере «Олимп» создаются год от года все условия. От бытовых до развлекательных. На открытии пятой смены побывал наш корреспондент. «Россия – священная наша держава! Россия – любимая наша страна!» Каждая новая смена в спортивном лагере «Олимп» начинается с гимна Российской Федерации. На торжественном открытии отряды презентуют свой вид спорта. Приехали сюда повышать свое мастерство юные атлеты, представители всех спортшкол и секций Самары. Тренер по хоккею из команды «Чайка» поселка Управленческий Александр Куликов впервые в «Олимпе» на тренировочных сборах. Доволен всем. Питание рациональное, правда, разнообразное. То есть детей кормят пять раз в день. Я был очень удивлен, что здесь столько много площадок, территория такая обширная. Все прекрасно, в корпусах каждый день убирают. В таких условиях приятно жить. Каждый день в спортивном лагере «Олимп» расписан по минутам от рассвета и до заката. Кроме двух обязательных тренировок, будущие олимпионики сдают нормы ГТО, участвуют в спартакиадах и разнообразных творческих конкурсах. По вечерам смотрят патриотические спортивные фильмы в летнем кинотеатре и ходят на дискотеку. Тренер Михаил Ложечко шестое лето привозит сюда на тренировочные сборы свою команду борцов. Рассказывает, условия проживания, занятий, досуга год от года в «Олимпе» становится все лучше. В этом году в спортлагере «Олимп» построили новый современный всесезонный санузел отдельно для мальчиков и девочек. Туалетные кабины с унитазами, раковины с горячей и холодной водой. Кроме этого, капитально отремонтировали два жилых корпуса, поставили новые койки и обеспечили новым постельным бельем. Остальные корпуса прошли текущий ремонт, привели в порядок тротуары, установили новые беседки. Все это делают для того, чтобы юные спортсмены плодотворно готовились к новому соревновательному сезону. Такие разноплановые сборы у нас проходят, ну скажем, каждую смену. И ребята, желающие поехать сюда вместе с своими тренерами, школу подают заявки в департамент спорта, формируется, ну скажем, дислокация на все смены, и ребята сюда приезжают. Формирование проходит до 31 марта ежегодно. Есть уже сложившиеся спортивные коллективы, вот, спортивных школ, кто традиционно сюда заезжает. Это 11-я спортивная школа, 14-я спортивная школа, Чайка, Ладья. То есть это наше учреждение, которое работает постоянно, у них большой контингент детей, и, соответственно, они уже наш лагерь не просто знают, а любят и приезжают сюда ежегодно с большим удовольствием. Заканчивается 12-дневная смена торжественной линейкой. На ней награждают лучших спортсменов почетными грамотами и дипломами за достижения в спорте, творчестве и общественной жизни спортлагеря «Олимп». Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. О достижениях российских ученых в сфере летательных аппаратов и двигателей. Под таким названием преподаватели Самарского национального исследовательского университета имени Академика Королева провели лекцию для студентов из Китая, приехавших в Самару в рамках международного сотрудничества университетов. О том, как проходило обучение и о своих впечатлениях, студенты рассказали нашей съемочной группе. Студенты Северо-Западного политехнического университета Китайской Народной Республики приехали в Самару по приглашению Центра международных краткосрочных программ Самарского университета, чтобы погрузиться в русскую культуру, историю и узнать о технологиях создания двигателей и летательных аппаратов советского и российского производства. Сейчас у нас учатся 30 человек. Это студенты Северо-Западного политехнического университета. Они учатся на двух программах. Одна программа – это русский язык и культура, вторая программа – это двигатели энергетические установки. Программа длится две недели. Помимо лекций и обучающих семинаров, гости из Китая посетили памятные исторические места Самары, гуляли по городу и отдыхали на Волге. В планах посетить ближайший футбольный матч на Самарском стадионе. С 2015 года длится сотрудничество между Университетом Самары и Китайским Северо-Западным политехническим университетом. Студенты из Китая наслышаны о Самаре. В моем университете учителя очень много рекомендуют студентам летнюю программу именно в Самаре, потому что, получая знания здесь, мы не только что-то можем узнать, продвинутые в сфере технологий летательных аппаратов, двигателей, но и больше познать мир и в целом больше знаний получить. Россия является лидирующим государством и в космической сфере, и в целом в сфере летательных аппаратов. Я взбудоражен предшествующей лекцией и хотел бы узнать что-то новое по поводу российских технологий. Уже во вторник студенты отправятся домой. Трое из них продолжат учебу в Самарском университете. Галина Топилина, Николай Сидоров, События. Этнопарк «Дружба народов» в сентябре отметит два года с момента открытия. За это время он стал настоящим центром притяжения самарцев и гостей региона. 40 тысяч любителей национальной культуры и обычаев побывали в этнопарке за это время. Елена Чернявская расскажет подробнее. Молодой человек, тот, который неженатый, у него пояс завязан на мужскую сторону. Он может выйти, покрутить поясом и сказать, девчата, я свободный, я вольный. Этнокультурный комплекс «Парк «Дружба народов»» открылся на территории Куйбышевского района Самары 12 сентября 2021 года. Это уникальный объект, объединивший жителей многонациональной Самарской губернии. «Наш этнопарк дает возможность погрузиться в культуру и не только одного народа, но и 20 основных проживающих народов. Если человек, например, имеет одну национальность, то он приходит в дом, погружается и получает знания. А многие приходят и говорят, а у меня несколько национальностей. И тогда он заходит в каждый дом, говорит с экскурсоводами, слышит язык, речь, культуру. Это просто замечательно. «Парк «Дружба народов»» – это архитектурный ансамбль из 21 национального дома и подворий, раскрывающий культуру народов, проживающих в Самарском крае. Каждое подворье – небольшой музей национальной культуры. Здесь можно увидеть, каким был быт и обычаи татар, поволжских немцев, армян, азербайджанцев, осетин, мордвы, марийцев и других соседей сотни лет назад. Мы в татарском доме, встречает нас мужчина и женщина в татарских национальных костюмах. Это у нас зона, вот здесь комната, здесь детская и спальня. Вот колыбель детская, она аудентичная. Здесь предметы утвари, тоже претендуют на аудентичность, потому что они собраны из разных зеленых пунктов. Это и маслобойка, и кувшины, и керосинка, и шкафы, и вот эти шкафы, посуда, курку толочь, ступы, все это привезено, я думаю, что даже они сохранились на той самой поры, начала 20-го, конец 19-го века. И здесь, в центральной части дома, элемент такой полоти, всякие по-татарски, где и спали, и отдыхали, и пряли, и детей пеленали, и просто чай пили. Вот это полоти такой универсальный, такой хороший элемент татарского национального дома. Национальные дома построены по принципу равенства. Все помещения имеют примерно одинаковую площадь. Территория каждого подворья 500 квадратных метров. Национальные дома и подворья возведены на берегах озер. Каждый дом имеет свой выход к воде. Дома отличаются не только по внешнему виду, но и внутренним убранством. Жители и гости Самары могут посетить это место как в составе группы, так и индивидуально. По словам организаторов парка, это один из любимых и популярных туристических маршрутов. Этнопарк – это площадка для городских праздников, фестивалей и мастер-классов. Мы проходили совместно с Институтом культуры такой большой первый областной фестиваль, посвященный Троице. Он прошел здесь у нас на территории парка. К нам приезжали более 300 творческих людей, участников творческих коллективов со всеми Самарской области. У нас праздновался и День России, мы организовали День ремесника, День фольклора, организовываем мастер-классы, организовываем праздники, различные шоу-программы. Этнокультурный комплекс стал настоящим центром притяжения для самарцев. За два года в парке дружбы народов побывало около 40 тысяч человек. Взрослые и дети, школьники и студенты, семейные пары с маленькими детьми, люди старшего поколения. Всем интересно прикоснуться к истории и культуре разных народов. Что это за люди, которые работают в этом этнокультурном комплексе? Это наши активисты, это представители наших национально-культурных центров, с которыми взаимодействует администрация городского округа Самара. Мы совместно прорабатываем варианты проведения праздников, мы прорабатываем концепции взаимодействия с населением городского округа Самара в рамках осуществления тех проектов, которые проходят на территории этнокультурного комплекса. Разные дома, поговорить с разными людьми, обменяться впечатлениями с такими же самарцами, которые пришли и приобщились к культуре народов многонациональной Самары. В настоящее время парк активно реализует программу поддержки граждан, вынужденных переселенцев из ЛНР, ДНР, пребывающих в Самарской области, а также членов семи участников СВО. Для данной категории лиц на системной основе проводятся бесплатные экскурсии. Елена Чернявская, Николай Сидоров, События. 28 июля отмечается День Крещения Руси. В качестве памятной даты этот день был установлен в 2010 году. Крещение Руси связано с именем киевского князя Владимира, которого историки назвали Великим, Церковь Святым равноапостольным, а народ Владимиром Красное Солнышко. В Самаре в храме Иверского монастыря прошло торжественное богослужение, в котором приняли участие сотрудники Росгвардии. Подробности далее. Сотрудники военнослужащие управления Росгвардии по Самарской области почтили память святого равноапостольного князя Владимира, небесного покровителя войск Национальной гвардии Российской Федерации. Торжественное богослужение прошло в храме Иверского монастыря. В ходе Таинства священник напомнил собравшимся, что с именем князя Владимира связано эпохальное событие, оставшее самым значимым – встановление христианской веры, крещение Руси. Это оказало значительное влияние на общественное, духовное, культурное развитие народов страны и на укрепление российской государственности. Просили всех угодников Божьих, князя Владимира, чтобы он своей крепкой, сильной рукой укрепил все наше благочестивое воинство, чтобы он помог, дал им здравие, дал им вот это свое небесное покровительство. А мы знаем, что когда Святая Церковь молится за наше воинство, то Господь не оставляет его. Священнослужитель совершил православный обряд елеопомазания разгвардейцев. Покровительство святого равноапостольного князя Владимира расценивается как знак высокого государственного и духовного предназначения разгвардии. Светлана Кудрявцева, События. Посмотреть на Самару глазами знаменитого писателя для жителей и гостей города прошла пешая экскурсия. Ее организовал Литературный музей. Она была приурочена ко дню рождения Екатерины Волжиной, жены Алексея Пешкова, более известного под псевдонимом Максим Горький. Как связано имя писателя, его супруги с Самарой узнал наш корреспондент Ксения Баканова. У Елены Кочаровой всегда готов ответ на любой вопрос, особенно если дело касается Самары. Женщина работает экскурсоводом. Казалось бы, багаж знаний внушительный. Однако нет предела совершенству, поэтому в этот раз Елена на экскурсии в качестве гостя. Потому что действительно на таких экскурсиях узнаешь много, опять же, из истории Самары, открываешь для себя что-то новое, интересное, необычное и насыщаешься духом Самары. В этот раз пешая экскурсия от Самарского литературного музея приурочена ко дню рождения Екатерины Волжиной, жены писателя Алексея Пешкова, известного под псевдонимом Максим Горький. Именно Екатерина Пешкова внесла вклад в развитие литературного музея в областной столице. Она приезжала в Куйбышев, приезжала в 1948 году, три дня здесь жила, водила, возила музейщиков по всем адресам, которые сохранились в ее памяти. Она приезжала в Куйбышев в 1957 году, она дарила нашему музею много подарков, личных вещей Горького, фотографий, подарков, которые делал Горький когда-то ей, а теперь она дарилась сюда в Куйбышев. Формат встречи необычный. Участникам предложили посмотреть на Самару глазами знаменитого писателя. Маршрут начался с дома, где жила жена Максима Горького. И эта локация далеко не единственная. У нас на маршруте сразу несколько интересных мест, то есть это и редакция Самарской газеты, где трудился и Горький, и Екатерина Павловна. Это и Самарская публичная библиотека, которая один из самых таких смешных, остроумных фильетонов напишет Молодой Горький. Молодой Горький, а точнее пока еще Екатерина Павловна, самый популярный псевдоним Горького Пешкова здесь в Самарской газете, приходит зимой, судя по всему это зима 1996 года, приходит в Самарскую публичную библиотеку. Этот поход обернулся для Алексея Пешкова настоящей трагедией. Дома он не досчитался парой любимой обуви. После мучительных поисков он все-таки нашел свои калоши в кармане верхней одежды. Так над ним решили подшутить местные юмористы. И эта история далеко не единственная, что связывает Горького с Самарой. В городе он прожил 15 месяцев. Именно в этот период впервые были опубликованы его известные произведения. Песня о соколе, старуха из Эргиль и «Однажды осенью». Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События. А в литературном музее прошла встреча-экскурсия, посвященная Екатерине Волжиной. Директор Самарского литературного музея, доктор филологических наук Михаил Перепелкин показал уникальную коллекцию предметов, которую женщина подарила музею. Ксения Баканова продолжит тему. Юлия Белкина в музеях частый гость. Признается, послушать рассказ лектора всегда интересно, а увидеть редкие экспонаты – вдвойне. Особенно, если не приходится разглядывать предметы за стеклом. Ведь от одной только мысли, что из этой кружки пил чай великий человек или этой ручкой писал свои произведения, захватывает дух. Мне кажется, когда человек красавец, человек великий писатель, автор великих произведений, то интересно и, наверное, передается нам какая-то частичная души, сердце, настроение. И поэтому особое внимание уделило в ходе мероприятия ручкам Алексея Марсимовича Горького. В Самаре прошла встреча-экскурсия, посвященная Екатерине Волжиной, жене Алексея Пешкова, более известного под псевдонимом Максим Горький. Директор Самарского литературного музея Михаил Перепелкин показал уникальную коллекцию предметов, которую супруга известного советского писателя подарила музею. Пресс-папье, подсвечник и другие раритеты начала 20 века. Самые яркие и необычные – галстук писателя и бусы, которые он подарил жене. Казалось бы, обычное украшение. Однако, если присмотреться, таит в себе глубокий смысл. Может, они кому-то дадут совет, в котором посетители нуждаются. Может, эти бусы подскажут, какой им сделать выбор. Или правильно ли они сделали выбор. Ну, это легенды на самом деле, хотя за каждой легендой есть своя доля истины. Вот таких вот предметов, благодаря Екатерине Павловне, у нас, как я уже сказал, около двух десятков. Екатерина Пешкова прожила 88 лет. Многие отзывались о ней, как о человеке с большим сердцем. Она занималась правозащитной деятельностью и помогала жертвам репрессий и их семьям. А те писали ей в ответ письма. Им было важно, чтобы хоть когда-то через несколько десятков лет мы с вами, их потомки, прочитали их письма и поняли, что они переживали. Ксения Баканова, Игорь Казановский. События. Бесплатно приобщиться к физкультуре и танцам в областном центре можно благодаря акции «Самара в движении». Спортивные городки и танцевальные площадки построены в разных районах города. Одна из них расположена прямо на пляже под Первомайским спуском. Подробности в нашем следующем сюжете. Ирина Титова приехала в Самару в гости к сыну-студенту из Оренбургской области. Женщина предпочитает вести здоровый образ жизни. Когда знакомые сказали, что в областном центре проходят акции «Самара в движении», сразу приехала на пляж у Первомайского спуска. Я занимаюсь спортом. Хочется приходить сюда. Очень приятно. И вообще ни на Оренбургской области такого нету, ни на Урале. Не рассказывать, кто ездит отдыхать на Черное море. А тут очень замечательно. Я думаю, что благодарность большому руководству города. Впервые акцию власти областного центра провели в год чемпионата мира по футболу. Заметив ее популярность, решили сделать традиционной. В этом году люди у нас достаточно активные. Пощаемость увеличилась, наверное, даже в несколько раз. Потому что мероприятие уже не первый год, и люди уже знакомы с этим. Поэтому у нас даже есть люди завсегдатые, которые приходят с 5 до 9, все 4 тренировки пощают. Физкультурно-оздоровительная акция «Самара в движении» проходит с 3 декады июня и продлится до конца лета. Тренироваться и танцевать можно самостоятельно или в команде с профессиональным тренером. Бесплатно. В проекте участвуют спортивные федерации, фитнес-клубы и танцевальные студии. Ирина Титова одной из первых занялась танцевальным фитнесом. Услышав зажигательную музыку, к тренировке присоединились другие желающие. Каждый год к акции «Самара в движении» присоединяются новые виды спорта. Становится все больше и площадок. В этом году они расположены на площади Куйбышева, в парках «Гагарина» и 50-летие октября, а также на пляже под Первомайским спуском. Работают инструктора по пляжным видам спорта, по футболу, волейболу, пляжному теннису. Активно работают инструктора по пляжному регби, флайн-диску. Актуальную информацию о расписании тренировок можно найти в группе ВКонтакте «Самара в движении». Городской департамент физкультуры и спорта планирует сделать акцию еще масштабнее. Спортивные городки появятся во всех районах областного центра. Вовлечение горожан в систематические занятия спортом – одна из главных задач нацпроекта «Демография». Его реализация находится на контроле главы региона Дмитрия Азарова. С 2018 года в области открыто около 150 спортивных объектов. Доля жителей губерния, регулярно занимающихся физкультурой, увеличилась с 2017 года в полтора раза и достигла 54%. Молодежка Крыльев-Советов уступила в домашнем матче первенства МФЛ с верстником из Питерского «Зенита». Тольяттинская теннисистка Диана Шнайдер дошла до полуфинала турнира в Германии, а самарские экипажи стали чемпионами России по вертолетному спорту. Подробнее в нашей рубрике. Молодежка Крыльев-Советов уступила лидеру первенства МФЛ Питерскому «Зениту». Матч состоялся в Самаре. Счет открыли гости. На 30-й минуте отличился Константин Военков. Он же в начале второго тайма с пенальти удвоил преимущество питерского клуба. В течение 10 минут усилиями Загородникова и Бобра самарцы сравняли счет. Но гости быстро вернули себе лидерство. Забил Лапинский. 2-3 поражения Крыльев. Самарская молодежка занимает пока 15-е место в таблице. Тольяттинская теннисистка Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира на грунте категории WTA 250 в немецком Гамбурге. В четвертьфинале Диана переиграла Бернарду Перра из США. 6-1, 2-6, 6-4. Встреча продолжалась 1 час 48 минут. За это время россиянка сделала один эйс и три двойные ошибки и забрала 4 гейма на подачу соперницы. За выход в финал Шнайдер сыграет против Номы Ноха Акуга из Германии. В Тверской области на аэродроме Конаково прошел 58-й чемпионат России по вертолетному спорту. В соревнованиях приняли участие более 15 экипажей. Спортсмены Самарской области в 7 дисциплинах, среди которых полет на точность, развозка грузов, многоборье и командные соревнования, завоевали 8 наград. 4 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В Самару прибудет передвижной музей воинской славы имени Героя Советского Союза Василия Александровича Павлова. Автобус Победы. Он приедет в воскресенье 30 июля и будет стоять с 12 до 18 часов на площадке перед музеем имени Петра Алабина. Здесь же разместится тематическая фотозона. Жителям и гостям города представлена возможность посетить музей в сопровождении экскурсовода абсолютно бесплатно. Напомним, торжественный старт автомотопробега передвижного музея состоялся 22 июня в Благовещенске. Общая протяженность маршрута составит 8 тысяч километров. В акции уже приняли участие 13 городов России, сообщает телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. В Самаре 30 июля с 8 утра до 23 часов вечера будет временно ограничено движение транспорта по участку улицы Галактионовской от Ульяновской до Полевой, сообщает телеграм-канал Департамента транспорта. Ограничительная мера не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны. Автомобилистов просят заблаговременно планировать свои маршруты следования. Телеграм-канал Куйбышевского района Самары напоминает, что до дня физкультурника осталось всего две недели. По традиции состязаться можно будет в совершенно разных видах спорта. В тени прилегающего к стадиону сквера будут проведены соревнования по дартсу, шашкам и шахматам, а на арене стадиона спортсмены смогут проверить себя в силовых видах спорта. Для комфорта будут работать волонтеры на раздаче питьевой воды. День физкультурника пройдет 12 августа на стадионе «Нефтяник» по адресу улица Стадионная, 1А, начало в 9.30. На этом пока все. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самара ГИС», в нашем телеграм-канале, на страничках в «Одноклассниках» и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Все вам доброго и отличных выходных! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!